Шалом-шалом! С вами я, Леви Харпатин, и это наша с вами рубрика Мудрой Сторой на каждый день. Погружение в Египет. Несмотря на то, что в Египте было рабство изначально 30 лет, у них не получилось искоренить наш народ. А наоборот, евреи стали более многочисленным и множественным народом. После чего фараон увидел это и незадолго начал размышлять о том, что если будет война или какой-то спор, то евреи могут взбунтоваться, подняться и даже сделать свою собственную армию, которая намного превышает количество участников, чем египетская армия, и ему по-настоящему стало страшно. После чего он добавил еще 5 лет рабства. Плюс к этому он добавил абсолютно бессмысленные работы. Работы были, ну, бессмысленные, то есть не несли за собой абсолютно ничего, даже пользу для самого фараона и для его державы. Но они были жесткие и страшные. После чего многие евреи начали умирать, загибаться от этого же труда, который они делали. Следующее. Спустя 5 лет рождается Моше. И к фараону направляется целая делегация праведников и мудрецов Египта, а точнее звездочетов. И они ему говорят, о фараон, владыка Египта, родился Моше, это именно тот человек, который освободит еврейский народ от тебя. После чего фараон дает приказ повитухам еврейкам, которые принимают роды у евреек, и говорит, смотрите, уничтожайте каждого мальчика, кидайте его в речку, а девушку оставляйте. И воспитывайте ее по законам Египта. Против нас было абсолютно все. Египет, огромная держава, которая была основной на то время, войны фараона, все государственные деятели, даже те же мудрецы и звездочеты. Все было настроено против нас, евреев. Однако мы объединились, создали свои мини-армии. С нами был Всевышний, и мы были вместе, и Моше вывел нас из Египта. Точно так же мы и должны делать, друзья, в реальной жизни. Если нам кажется, что все настроено против нас, мир не настроен нам помогать, и здесь все играет на наше уничтожение, мы должны понимать, что если мы живем по западам Всевышним, и все наши дела, слова, речения из наших уст там одобряются, то нам не о чем беспокоиться. Всевышний будет с нами, мы объединимся с правильными людьми и поборем все зло. Благодарю за прослушивание. Брахават слаха. Всем хорошей недели.